Вот это матч! Вот это гол! Ну что ж, да здравствует футбол! Здравствуйте, уважаемые славные жители нашего не менее славного города Углича! На ваших экранах не спортивная панорама и даже не футбольное обозрение, и уж тем более непрямая трансляция с чемпионата России по футболу. В эфире угличского общественного телевидения передача «Провинциальный портрет». К чему тогда весь этот фарс, стадион, футбол, спросите вы? Да к тому, что героем, нет, правильнее будет сказать, лицом провинциального портрета сегодня, будет небезызвестный, замечательный угличский футболист, ветеран спорта, человек, стоявший у истоков создания футбольной команды Мехзавода, Николай Леонтьевич Гудков. Команда-то сама по себе существует на Мехзаводе с 1948 года. И создателем ее был такой любитель Андреев Анатолий Иванович. Но поскольку мы жили около Мехзавода в свое время, и через дорогу, в принципе, почти был рядом стадион, мы все время ходили болеть, еще пацанами. Поэтому и как-то получилось так, что и занятия-то особо таких не было, значит, зрелищных. Поэтому мы старались всегда ходить на футбол. А наша плеяда уже футболистов, о которой идет речь в моем дневнике за десятилетний, значит, срок, это уже начинается с 1964 года. В то время, значит, я был игроком и тренером, как бы играющий тренер, как раньше называлось. Каждый год было собрание команды, и каждый год, значит, избирался капитан, избирался как бы тренер. Ну, конечно, был на общественных началах, специального у меня образования не было, но я всегда собирал очень много литературы по футболу, значит, советский спорт мы всегда выписывали. Там были всевозможные, значит, комбинации футболистов, прочее. Исходя из, значит, из этой литературы, значит, были у нас организованы тренировки нашей команды. Занимались очень много физической подготовкой, технической, а потом уже и тактической разбирали. У нас было футбольное поле, были фишки, которые мы, значит, как бы передвигая, разбирали всевозможные варианты нашей игры. А с чего началось ваше увлечение этой игрой? Увлечение-то началось с детских лет. Когда мы еще были маленькими, в то время, значит, как таковых, вот, на сегодняшний день приемников не было, а были, как мы называли их, подсолнухи, вот. Значит, радиоточка называлась. И мы слушали Синявского, когда были, значит, игры первенства СССР проводились, после войны уже, конечно. И мы, естественно, заинтересовывались, ну, футбол, футбол, и, соответственно, сами играли, смотрели на старших. Родился Николай Леонтьевич в 1939 году в городе Сердобске Пензенской области. Но вскоре после его рождения, буквально в том же году, его родители переехали в Углич, поселившись в бараке по Ленинскому шоссе, напротив остановки Боровая. Через дорогу стоял клуб, тоже барачного типа, рядом с которым и находилась площадка, где будущие спортсмены пацанами гоняли футбольный мяч. Хотя, наверное, это слишком громко сказано. На самом деле, мячи были резиновые и разные по величине, а порой даже их попросту лихо заменяла консервная банка. А сейчас на месте той оставшейся в памяти площадки уютно расположилась Березовая роща. Здесь, где Березовая роща, крайний дом двухэтажный. Здесь был наш барак стоял. Березовая роща – это были наши огороды. А через дорогу было, значит, просто поле обыкновенно, не огорожено, без скамеечек первое время. Двухэтажных домов не было, трехэтажных трех сейчас домов тоже не было. Боровой улицы не было, обоих улиц, если точнее выразиться. Спортивной, восточной, тоже не было. Это все было поле. И стадион располагался с севера на юг. Но когда улица Боровая стала выстраиваться, дома частные, то мяч часто попадал в окна. Естественно, взрослые когда играли, конечно. И было решено поле, значит, развернуть. С запада на восток. Вот сейчас на севере, оно так и находится у нас. А вы свой первый мяч помните? Или первую победу? Первую победу, если брать чисто детские годы, то были и победы, и поражения там. Трудно было запомнить там 7-8 лет, когда. А уже ощутимую победу, это когда мы, значит, был такой любитель, вот, Петр Сергеевич Беляков, директор сольбазы, так называемой. Сейчас называется от порта, была сольбаза. И он, значит, как бы был руководителем нашей футбольной команды, ребят молодых. Давал нам машину бортовую, мы на ней ездили в Мышкин, в Ильинске, Ильинске, да, был отдельный район. Был Угличский район и отдельный Ильинский. Там тоже хорошая команда была, ребята молодые все, физически крепкие. Вот мы с ними играли. Вот в Ильинском впервые, значит, мы там выиграли, так сказать, товарищескую встречу. И в том же 58-м году уже стали играть на переносном городе нашего. Участвовало в переносе 8 команд. Но остались в живых те люди, с которыми вы начинали играть? Да, конечно. Вот наш славный, так, боевой капитан Женя Курилов, вот, вратарь Валерий Сахарнов, теперь, значит, Игорь Солдатов, это были, как говорится, костяком нашей футбольной команды. И вы поддерживаете с ними? И в том числе мы все время с Игорем Александровичем Солдатом. Мы живем рядом, он в 10-м доме живет. Я живу в 14-м рядышком, вот, все время, постоянно, вот. Вот, с Евгением Николаевичем Куриловым мы работаем вместе на заводе уже. Вот Левого Холмовского не стало, а с Зоей, мы тоже, она в 10-м доме живет, мы часто встречаемся и вспоминаем наши все молодые годы в свое время. Были не женаты, так сказать, еще, вот, и не замужем. Детство Николая Гудкова, как и у всех ребятишек той тяжелой военной поры, было не сладким. Но оно все-таки было, и вряд ли кто из них мог тогда пожаловаться на свое детство, потому что другого они не ведали, а значит, думали, что таким оно и должно быть. И просто жили себе и жили, радуясь каждому новому дню, каждой маленькой удаче или успеху. До 8 лет, а я с 7 до 8 что-то болел, так как-то, ну, не особо было здоровье, вот. И вот я эти годы все жил у бабушки с дедушкой, вот. Это были кристальной чистоты люди, вот. Они, значит, всегда присматривали за мной, все делали, чтобы было хорошо. И все время я был сытый в то время. У нас была корова. А вы самый хороший дедушка для своей внучки? Как вы понимаете? Я считаю, что хороший. А чем вы не занимаетесь? Мы как? Мы здесь ее воспитали практически, вот. Мы с ней не очень, конечно, часто. Когда маленькая была, у нас книг больше сотни, наверное, детских, вот. Я с ней читал там все, буквы изучали, вот. Время с ней изучали. Потом постарше она стала уже, сама стала читать, вот. В шахматы с ней играл, вот. Футбол любит, но футбол такой. Значит, вот я здесь на ковре сижу, она в противоположной стороне. У нас такие две, значит, как бы подставочки, вот. И вот в них, значит, забива голы. Вот. Ну, я с ней на коток хожу теперь. Вот. Она любит на коток ходить. То есть тоже приют. Звонит дедушка. Я говорю, ладно, пойдем. И дедушка раз так упал, так вот руку, болело все, все. Десяца два, наверное. Когда началось строительство домов мехзавода, семья Гудковых переехала в соцгородок. Правда, тоже в барак. Но тогда все так жили. Вместе заготавливали дрова, вместе носили ведрами воду, вместе, выстояв огромную очередь, получали хлеб по карточкам. Но день отмены тех самых карточек стал для восьмилетнего мальчика Коли Гудкова чуть ли не самым счастливым из воспоминаний о детстве. Мама в тот день вернулась из магазина какая-то особенная, что сначала, вот так сходу, он не мог понять, почему. Явно что-то произошло необычное. Но что? И вот она купила килограмм песку, значит, высыпала в глубокую тарелку, нарезала буханку хлеба такими толстыми лаптями, можно сказать. И вот каждому по ломтю, говорит, ребята, вот ешьте сколько хотите. Мы, конечно, макали, это удовольствие, расплывались в улыбках. Это вот такой был момент. И вот с той поры особенно запомнились, конечно, о тошнотике. Это страшное дело. Это значит весной, когда с осени оставалась картошка в колхозах неубранная, потихоньку причем, не просто там в открытую ходили. И копали эту тухлую, можно сказать, картошку. Вот ее перерабатывали, мыли там как-то. Ну, это почти крахмал получался. Даже трудно сказать, что это такое. С крахмалом уже хоть лесть я завалил, там было не заваляешь. И вот на маргарине жарили и ели. И всегда народ же у нас очень такой ушлый, можно сказать. И они, значит, сразу сочинили частушку. Скоро-скоро снег растает. Я одену ботики, возьму лопату и ведро. Пойду копать тошнотики. То есть даже в то время, как и тяжело, все равно оптимистично люди были настроены. Люди были такие мощные у нас, хорошие. На хороших людей Николаю Гудкову везло всегда. 17 дверей было в коридоре барака, за каждой из которых в любую минуту могли прийти на помощь. Не только по фамилии, но и по имени-отчеству он до сих пор помнит всех, с кем когда-то, так или иначе, его связывала судьба. Об этом рассказывает несколько страничек из его дневника, наполненные теплом и благодарностью к этим людям. Когда Николай учился в седьмом классе, очень сильно заболела мама. Ее болезнь продолжалась 4 года. Все это время он жил у доброй и прекрасной женщины Суворковой Клавдии Ивановны. По родству она мне чужая, а по жизни она мне родная мать. У нее я очень многому научился и по хозяйству. Ну что, я в семь классов тогда, в семем классе учился. Значит, во-первых, было строго распорядок. Утром встали, по хозяйству. Потом приходил, завтрак уже на столе. Ну все было на улице, это понятно. Завтрак на столе. Позавтракали мы с ней, найдем в школу. Мы в первой средней вместе с ней учились. Значит, пришли из школы, обед уже все капитальный. Поели, наша задача, дров принести, воды навозить. А вода была, остановка, значит, часового завода, стадион. Здесь была на углу колонка. А сейчас там вот, кто ездит на машине, люк остался только одни. Вот здесь мы воду брали. Бак у нас был очень большой, литр, наверное, на 60, на 70. Вот. И вот мы его, значит, вдвоем с ней всегда натаскаем там, зимой навозим на санках. Нетрудно представить, что могло случиться с сиротой, не окажись поблизости добрых, отзывчивых людей. Так писал о Гудкове Василий Аршакович Багдасарьян в своей книге «С любовью к углическому краю». Но, будучи верным просьбе матери учиться и трудиться, он выбрал правильный путь. Ему есть чем гордиться. Наша деревня, где жил у бабушки с дедушкой, как раньше говорили, называется Малоеванище. Это от Калязина 8 километров. Работали с утра до вечера. Вот я, допустим, на счет день, как считать, я, наверное, нажал. Потому что я в 4 часа встаю, мне не делать ничего. И, допустим, я собрался, надо в 3. Я не в будильнику, у меня ничего у меня нет. Я спокойно в 3, я встаю и иду. Приучили. Почему? Потому что с 19 лет мы уже там работали. Вот, в деревне. Лошадь я запрягал безо всякого. Даже у меня сброя была под крыльцом, так мы лежали, всегда вот. Утром иду, сплю, конечно, убрать по земле, меня качают, потихоньку от оснащения отошел. Надо лошадь поймать, она не дается. Я беру ведро, туда горстку овса, так пошевелю и поставлю. Она мордой ткнется в ведро, то я убрать накину на нее. И веду уже, запрягаю все. И вот мы, значит, 8 этих километров возили сено сдавать. Тогда заготовительные не отменяли сразу. Сдавали мы льно-тресту. Имелась книжка трудовая, так можно назвать даже ее. Где отмечался? Сегодня заработал я 0,25 вот этой палочки несчастной. Или то один трудоденьги заработал. Но люди их прозвали палочки, потому что бригадиры были, ну, деревенские люди, не совсем там, грамотные даже были. То есть это трудоденьги? Трудодень. Палочка это трудоденьги. И ставили палочку, потом прозвали палочкой, отмечали. Вот я сегодня вышел на работу, у меня в книжке стоит палочка. Вы проговорили сегодня, что вам 65 лет. Да. Вот всю жизнь вы работаете, всю жизнь вы посвятили футболу, как своему одному из главных увлечений, да? Вот откуда вы берете силы, жизненную энергию, вот чтобы выглядеть так прекрасно и до сих пор и работать, и все равно еще в футбол играете время от времени? Играем постоянно. До прошлого года я играл постоянно. Откуда вот это вот? Наверное, скорее всего, того, что жизнь мне приносит радость. Вот. Допустим, я вот встретил, допустим, первый раз даже вас вот. Я что-то поговорил, ага, я уже запомнил. Ага. Я был у Светы. Она мне позвонит тогда-то. Я уже жду. Вот. То есть я всегда уделяю внимание любой мелочи. Вот мне, допустим, сказали, знаешь, что-то нужно сделать там где-то вот даже женщину. Там какую-то цапку, еще что-то вот. Я уже знаю, что мне надо сделать. Я людям приносит радость. И мне говорят, а сколько тебе заплатить? Я говорю, да рублей двести. Вот. Они с меня, я говорю, да какое мне ничего не надо, ради бога самого. Я косу насадить умею. Я все умею. В жизни, что есть, я все умею. Чего сейчас вот не хватает молодому поколению в воспитании, в культуре, в общении? Вот какая-то сейчас злость появилась в людях. И особенно в молодых. Вот. То есть вот идешь, и он мимо. Он никогда не свернет с тропинки. Никогда. Вот. Мы лесом часто на работу ходим. Идут два-три человека. Никогда не свернут. А почему? То есть вот как-то время что ли переменилось, я даже не знаю. Если раньше было, мне скажут, что ты там безобразник, и я матери нажалуюсь. Я бегал вокруг этой тети полдня, чтобы она только матери не нажаловалась. А потом так, что-то мне бывало попадало. Вот. Я приду, вот там меня Петька там. Как Петька? И мать меня всегда сама еще добавит и скажет, не лезь сам вперед. Ну вот, видимо, какое-то время сменилось. И, конечно, вот в школе сейчас, значит, как бы родители детей балуют. Я так считаю. Вот. Вот, допустим, мы ни разу сумку не снесли, засыпаться в школу. Никогда в жизни. Вот он идет, сколько бы книг ни было, он несет. И раньше приучали уважать людей. Вот, допустим, пришел в школу, значит, шапку надо снять. Пришел в гости, ну, просто зашел к соседу, все равно надо снять. Поздороваться в первую очередь, вообще в первую очередь. И прикрыть дверь всегда, придержать дверь. Вот. Вот я в пятой школе пришел как-то к Лиде. Вот. И спокойно так прохожу, как обычно, голову его снял, иду. А у нее класс был в самом конце, в северную сторону. Вот. Я один коридор прошел, потом к ней уже. Слышу за мной все топает этот мужчина. Оказался Соболевский, Игорь. Вот. Учитель истории с предучилища. Слушай, кто же за мужчина? Я вернулся в угол. Игорь, вы что это самое? Так я иду вот от двери, что же за мужчина снял шапу в школе. Вы писали в своем дневнике, что любите компанию веселую, музыку, песни петь. Вот какие песни вам ближе всего? Ближе всего, конечно, руссконародные. Вот. И на сегодняшний день, допустим, у меня полностью подборка Золотого кольца. А сами поете? Так, за столом, когда мы поем нормально вроде бы. Вот. Компанию всегда поддерживаю. И очень много лет я пел в хоре. Вот. При клубе машиностроителей, при пятой средней школе. Вот. Мы выезжали в очень многие города. Вологой, Переборы, Ярославль. А призов за свою жизнь у меня было очень много. За вазь, за танго. Вот. Ну, тогда это и были такие только танцы. Фокстрот. В клубе вот в тридцатке, в старой было. Вот. Фокстрот, а ты чего азартный человек? Азартный в каком смысле? Значит, какие-то игры азартные я не признаю. Допустим, вот, спортло то ли было. Вот. Сейчас бинго там шоу, еще что-то. Нет, я не участвую в этом. А вот, что касается каких-то дел, я страшно азартный. Вот, если что-то мне нужно, я обязательно добьюсь. Но честным и спортивным путем так можно было. И по жизни, допустим, вот, как всегда объясняют. Нужно посадить дерево, построить дом там, иметь сына там. У меня-то все есть. Вот и дом. Дом я срубил. Прекрасный. Дом срубил, сад посадил, сына достойного вырастил и по сей день принимает самое активное участие во всех городских и региональных спартакиадах. На протяжении многих лет за безупречный труд и огромный вклад в развитие и пропаганду спорта Николай Гудков многократно награждался самыми разными дипломами и грамотами. Но завершить нашу передачу хочется словами из благодарственного письма, которым Николай Леонтьевич дорожит особенно от мэра нашего округа Элеоноры Михайловны Шереметьевой. Звучат они так. Своим талантом и искренней любовью вы снискали глубокое уважение всех спортсменов. Пусть вечно горит в вашей душе огонек добра, молодости и вдохновения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова